Всем привет! Хочу снять маленькое коротенькое видео про шланги, которые используются в пивоварении и, соответственно, в самогоноварении. Существует два основных типа. Это ПВХ и силикон. Стоят они примерно, разница между ними в стоимости, примерно в два раза. ПВХ дешевле, силикон дороже. Чем эта разница в цене обусловлена? Первое. Шланги ПВХ ориентированы на температуру до 65 градусов. Ну, не ориентированы, а спроектированы. Созданный материал такой. Соответственно, силиконовые шланги выдерживают температуру выше сотни. Чем нам это грозит? Если мы шланги задействуем где-то в чиллере в системе охлаждения, наверное, это ничего страшного. Если же наша система циркуляции сусла идет через какой-то насос и какие-то шланги, при температуре 65 градусов, все, пределы, дальше ПВХ использовать нельзя, из них начинается выделяться всякая дрянь. А мы сусла до 78 градусов спокойно прогоняем. То есть, если мы не хотим, чтобы у нас что-то там в нем такое осталось, надо не жадничать, использовать силикон. Ну, значит, дальше ПВХ. Вот, посмотрите, видите, здесь вот стоял какой-то переходник, то ли крик, то ли что-то. Видите, шланг деформировался и теперь сохраняет свою форму. А вот, соответственно, силиконовый, что с ним ни делай, он форму сохраняет. Не сохраняет, в смысле, а остается шлангом. Дальше жесткость, да, вот даже можно вот постучать таким, постучать таким, чувствуете разницу, да? Вот он, вот так вот весь изгибается, и этот шланг, соответственно, остается жестким. То есть, скажем, раскинуть какую-нибудь гибкую магистраль, где вам это нужно, вот, например, вот такую вот, да? Из ПВХ шланга вам точно не получится. То есть, да, они красивые такие вот, зелененькие, синенькие, красненькие, там разные какие хотите, там прозрачные. То есть, если пивоварня стационарно, ну, как я планирую, когда-нибудь она у меня будет, и там будет стационарный чиллер, подключение воды на постоянку, да, можно протянуть такие вот шланги, их как-то закрепить где-то, и на квиках, на таких соединителях, про них отдельно, можно снять видео. Да, можно использовать, но, как вы понимаете, эта конструкция, вот она, жесткая и негибкая. Ну, и вот, для сравнения, силикон. Значит, по долговечности у меня есть вот несколько шлангов, которые служат, ну, уже, ну, не знаю, 3-4 года. И продолжают оставаться такими же эвастичными, гибкими, ничего с ним не происходит. Ну, вывод какой? Да, все дорого, но, если вы хотите один раз вложиться и потом пользоваться этим несколько лет, ну, и выбор силикон. Вот, однозначно. Он удобный, мягкий, гибкий, легко мыть, легко скрутить, легко хранить. Вот, все работает. Или вот такая вот дрянь. Народ как-то пытается их поджигать, там, смотреть, что вот ПВХ горит, а силикон так равномерно белым таким оплавляется. Ну, тут, мне кажется, даже нечего поджигать, экспериментировать, пробовать, смотреть. И так все понятно, как-то разница налицо. Ну, вот, собственно, так. Покупайте качественную продукцию, хорошие шланги, и будет вам радость. Все, всем пока.